Ребята, всем привет! Мой новый влог, который я решила записать. Завтра мы улетаем в Турцию. Снова. Только еще даже видео оттуда не закончилось, а мы уже снова туда улетаем. Честно говоря, я не очень сильно хотела улетать. Не очень сильно хочу улетать, потому что только недавно вернулась, устала. Куча дел в Москве, куча проблем. Ну, как всегда. Но мы уже давно договорились, давно подтвердили, что поедем, поэтому... Поэтому поедем. Из новостей я без нарощенных волос, но если вы следите за моим инстаграмом, то вы об этом уже знаете. Сейчас я как раз еду, кстати, на наращивание. Сегодня у меня будет голливудское наращивание, я его еще ни разу в жизни не делала. Кто не в курсе, это типа не капсулы, а когда по окружности вашей головы, скажем так, плетут косичку из ваших волос и потом к этой косичке пришивают трессу с волосами. В общем, не знаю, что получится, но по крайней мере знаю точно, что это должно выглядеть лучше, чем капсулы. И знаю, что это более щадящий вариант для волос, поскольку вы не на каждой волосы там это все приклеиваете, капсулы, а как бы по косичке и туды-сюды. Короче, не знаю. Что еще за новость у меня? Вчера я впервые была в ЦУМе, ну нет, ладно, в ЦУМе я была не впервые, но купила себе что-то от Гуччи, я впервые, и это был ремень. Вот такой ремень. Вам наверняка интересно, сколько он стоит, и на самом деле я же очень долго противилась всему этому, не хотела покупать себе какие-то брендовые вещи, только потому что, ну если у тебя нет брендов, значит ты лох как бы. Я такой человек, я зарабатываю достаточно, чтобы покупать себе в месяц две брендовые вещи даже, ну тогда, наверное, мне не очень много останется на жизнь, смотря какие брендовые вещи, но, грубо говоря, в два месяца, в три месяца я могу позволить себе купить какую-то очень дорогую вещь, допустим. То есть так, знаете, купить и вообще не парить, то есть потом еще там деньги останутся на что угодно для моей жизни, для моего кайфа, но я не люблю такое. Ну то есть, типа, если вы не в курсе, мы строим дом на даче, баню, сейчас уже, кстати, заканчиваем строить баню. Ладно, я буду выезжать и рассказывать вам. У многих блогеров вы наверняка видите в Инстаграме еще где-то, где они в брендовых вещах с дорогими сумками, и вы наверняка смотрите, ну кому интересно, кто там фанатеет, смотрите, сколько стоят эти вещи, все такое, тому подобное. И когда вы видите, что у человека там какие-то брендовые дорогие вещи, то вы понимаете, что он может себе это позволить, что он востребован, что он зарабатывает, что он просто топ, и это как бы элита. Но на самом деле у меня к этим вещам отношение максимально простое. Я отношусь к этим вещам как к вещам. Я успокаиваю себя тем, что это просто очень качественные вещи, которые прослужат мне очень долго, на что я рассчитываю, но я думаю, что так и будет. И да, наверное, отчасти все-таки это общество задавило меня, поглотило и вынудило начать одеваться тоже в брендовых магазинах, потому что, знаете, я очень непривередливая в этом плане. Для меня важно, чтобы вещь мне нравилась, была комфортной, теплой, там, грубо говоря, если по погоде надо. Просто главное, чтобы нравилось. Когда ты находишься в таком мире, где ты блогер, тебя окружают блогеры и звезды и все такое, и как бы если у тебя нет элементарно какого-то ханса, то извини, подруга, ты вообще кому-то нужна. Но мне кажется, это так выглядит. Ну и короче говоря, на самом деле у меня были мотивы. Я не знаю зачем, но мне кажется, что это похоже на какое-то оправдание, потому что мир брендов начинает поглощать меня, хотя я только купила вчера себе ремень и какой-то платочек от Луи Виттон, ну твою мать! Мой ремень от Гуччи стоил... Я знаю, что всем интересно, и я знаю, что это общедоступная информация, поэтому я буду рассказывать вам, потому что я уверена, что вам интересно. Ремень от Гуччи стоил, по-моему, 25 тысяч, 25 500, я не знаю. Ну короче, такой средний, типа классический ремень 25 тысяч стоил. Вот так. Честно говоря, я планировала взять ремень изначально за 20 тысяч, хотя это тоже, ну типа, извините, черт возьми, у некоторых зарплата такая в месяц, я все понимаю. Вот это больше всего выносит мой мозг, что хорошая вещь не обязательно должна столько стоить, но когда ты понимаешь то, что ты платишь еще и за бренд, тогда все становится на свои места. Но правда, странное чувство, у меня просто на мне ремень, сука, Гуччи за 25 тысяч, а я чувствую себя просто богиней. Наверное, потому что я очень долго противилась этому, и что говорить про очень долго, ну типа, реально долго, я не знаю, много лет. Я отказывалась, хотя у меня было тысяча, миллионы возможностей начать раньше покупать себе какие-то брендовые вещи, сумки. Самое тупое, типа, я могла прийти в магазин Michael Kors, например, ну грубо говоря, представим, ну так и было, и потратить 1080, купить две сумки, например, рюкзак и сумку. И как бы, типа, две вещи я потратила в 80, но типа пойти в, не знаю, в Гуччи, купить тебе сумку поясную, например, о которой я мечтаю за 71 тысячу, у меня не поворачивалось, я не знаю что, рука не поднималась, кошелек не открывался, сердце сжималось, то есть настолько я думаю, «Твою мать, за одну вещь? Вася, за одну? Я один раз надену?» Ну типа, я что, в ней каждый день буду ходить и каждый день не фоткаться? Ну, то есть тут же, опять же таки, все для фото, не для жизни, понятное дело. Жизнь блогера очень сложная, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что ты делаешь все не для жизни, а для фоток и для видео. Как будто бы, знаете, ты просто к этому привыкаешь, ты уже даже не задумываешься об этом. Ну и вот. Самое тупое, что я реально могла тратить там на какие-то другие вещи, деньги большие, а типа пойти и купить себе брендовую вещь, у меня рука не поднималась, потому что я думаю, ну как так, твою мать, просто платить за бренд? То есть меня это реально, ну реально напрягало. Но потом я кое-что поняла. Поняла, почему я должна платить за бренд. Поняла, почему все-таки я устала противиться. Потому что... Ладно, я вам расскажу в конце этого видео. Сегодня у меня в планах купить сумку от Louis Vuitton. Ну не знаю, насколько мне будет комфортно снимать в магазине, но в любом случае какой-то момент мы с вами увидим в этом видео. А сейчас я заеду в братья Караваева, куплю себе покушать, возьму кофе, хотя я дома попила кофе, но все равно возьму еще, потому что сегодня я встала в 10, а легла я, наверное, в 6. Мне кажется, я вообще не спала, у меня безумно болит нога, как будто бы я на ней прыгала всю ночь и сутки. Очень болит, и все это просто из-за того, что организм мой не отдохнул. И это ужас. Я еще попросила маму, чтобы она мне позвонила и разбудила меня утром, так как боялась проспать. И она мне звонит и просто говорит, типа, я в шоке. Доченька моя, как ты вообще жить собираешься в таком ритме? Да, это сложно. Но на самом деле все из-за того, что вчера я не проснулась рано, а встала в 2 часа дня, из-за этого я долго не могла уснуть. Ну, короче, ладно, заеду в братья, потом к вам вернусь. Никогда утром в братья Караваева не прихожу. Всегда только обед и ужинаю тут. Вот как выглядит мой завтрак. Честно говоря, немножко жестковато для завтрака, но что поделать. Одно и приходить в братья так странно, это как одно и ходить в кино, что я не люблю и никогда не делаю. Вариантов нет. Я покушала, очень мало на самом деле. И меня это печалит, но суть в том, что я утром не могу много кушать, поэтому, блин, на что я рассчитывала вообще. Я думаю, что я все съем и буду сыта весь день. Поэтому я, короче, взяла еще с собой булочку. Сердечко такое сладкое. Ну что ж, я доехала. Не знаю, фокус на мне или нет, но еще за что я люблю воскресенье, так это за бесплатную парковку. Потому что там, где я встала, парковка стоит 350, что ли, за час. Ну, по-моему, это вообще грабеж. Вот мой салон, в котором я делаю волосы for hair. Чем мне нравится мой салон, куда я хожу, то, что сюда можно приехать, выбрать волосы, приехать покрасить волосы, потом вам подберут волосы под ваш новый цвет и, грубо говоря, вам нарастят там на следующий день, либо через день, там, как вы уже захотите. У меня будет вот такое наращивание. Это пресса, которая пришивается к косичке, я вам рассказывала. Вот их тут сколько с ума сойти, да. Ну, я думаю, что вы уже давно в курсе. Это же моя любовь в волосы. Вот, кому интересно, даже цены покажу за волосы. 65 сантиметров, 40, 50, что хотите вообще. Ну, я думаю, что самые дорогие все-таки детские, потому что они более такие, наверное, качественные. Но у меня не детские, потому что детские волосы, конечно, хорошие, но они немножко, типа, очень рябенькие. Не знаю, усилите или нет, но у меня, по-моему, южно-русы какие-то, что-то такое мне делают, потому что они прямые, а мне нужны прямые волосы, так как у меня мои волосы прямые. Хотя раньше в детстве они были более волнистые. Ну, вот, опять же-таки, наверное, все-таки у всех детей, ну, большинства в детстве волосы волнистые. Не знаю точно, детей своих нет, сказать не могу, но мне почему-то так кажется. Потому что чаще всего детские волосы, они волнистые. Вот даже сейчас весят, я вижу, где детские волосы, а где южно-русы. Ну, мне и так нравится на самом деле. уже лучше, то есть уже волосы отросли, и я не чувствую себя ужасно с этой длиной. Немножко некомфортно, непривычно, но не чувствую себя ужасно. Поэтому я думаю, что в момент день, когда я сниму нарощенные волосы, он близок. Вот у нее заплели три косички. И сейчас будут сшивать вот эти волосы, а потом пришивать косичкам. Очень быстро как-то даже на самом деле получилось. То есть сейчас мы их сошьем, и потом станем процесс пришивания где-то, ну, максимум, минут 15, да, и плюс комфорт. Короче, из-за того, что я в первый раз делаю Голливуд, и волосы под меня не отмерены, там не подрезаны, как надо, чтобы по размерам головы шли, потому что они идут очень длинной такой полоской, и волосы на них несят. Я просто в первый раз с Голливудом сталкиваюсь. Ну, интересно на самом деле. И, короче, сейчас их, получается, померили по косичкам, которые приложили, отрезали, и получается... Как эта фигня называется? Тресс? Тресс. Ага. В общем, получается, два тонких тресса сшивают между собой, что получился такой плотный, потом пришивают косички. И вот сейчас мой мастер будет их сшивать между собой, а потом быстро пришьет к моей косичке. В общем, интересно на самом деле. А еще, кстати, мы немножко потонировали волосы потемнее еще, потому что мне кажется, мы вчера немножко либо не детонировали, либо волосы потемнее пришли, но я рада на самом деле, потому что что-то на мне так надоели светлые волосы, я не знаю, почему. Как-то уже хочется больше к натуральному, к своему переходить. Вот. А вообще сидела, смотрела интервью на РГИС, шов-контент на самом деле. Вот так. Я сижу, жду, когда волосики мои принесут и прицепят на мою головку. Попрессила чаечек, потому что кофе свой уже допила, холодный он. Сейчас буду пить чай, уже кушаю булочку, которую взяла братьев сегодня. Сейчас уже полтретьего, даже 23, я бы так сказала. Докончим мы где-то к пяти. Вот. А потом мы с Кариной поедем в шоурум Фиксен, где классные пальтишки. Карина, у Карины оттуда есть, по-моему, два пальто прикольных. Я же не ношу пальто обычно, но это немножко не мой стиль, мне больше нравятся такие большие объемные губки, в которых уютно, тепло, мягко, можно поспать. Я подумала, что может быть начать носить пальто. Так, ну что ж, мне уже пришили три трессы получается. Сейчас волосы вот такие длинные, но они такими длинными не будут. Вообще, так удобно на самом деле. Ребят, я в шоке. Мне реально пришили каждую трессу на одну кусичку минут за пять. Даже быстрее, мне кажется. волосы очень много, очень густые. Сейчас мы будем сюда вставить капсулу, чтобы запустить вот эти мои короткие волосы. А потом подстрижем вот эти, не знаю, вот так вот, наверное, может даже... Ну, короче, такими длинными не будут, хотя выглядит очень круто. И, боже мой, мне так нравится этот цвет. Ну что ж, ребят, вот мне уже сделали волосы, торопилась очень, поэтому в студии не стала вам показывать. Наверное, дома уже получше покажу, потому что в машине хоть я свет включила, но... недостаточно светло, но хочу сказать, что это просто бомба. Я в большом восторге, потому что голливудское наращивание, которое я сделала, оно мне дало понять... Тут, короче, борьба за места. Голливудское наращивание дало мне понять одну простую истину, невероятную. Что хорошо в голливудском наращивании, во-первых, то, что это делается быстрее капсул, но, к сожалению, в моем случае капсулы все равно пришлось делать вот спереди, потому что сюда уже косичку ты не заплетешь, хотя можно, но это будет торчать, видно, и как бы так не делают. Ну и вот, из-за того, что голливудское наращивание идет на трессе такой сплетеный, типа, они все лежат очень плотно, то есть они не распадаются на прядки, как, например, капсулы. Вот, видите, капсулы, как распадаются на прядки. Вот, типа, две такие сосульки висят. Я такое не люблю, поэтому мне надоели еще капсулы, а Голливуд, вот вам Голливуд, который офигенно лежит. Вот такая длина, не очень длинная, ну, нет, длинная, наверное, сколько тут, ну, сантиметров сорок пять точно есть. Короче говоря, мне очень нравится, а еще мне нравится то, что, вы посмотрите, я просто уже реально вернулась в свой темный цвет, и для меня это так по щелчку мгновенья произошло, я просто в какой-то момент заколебалась этими белыми, желтыми, непонятными оттенками. В общем, сейчас, как я вам и рассказывала, я приехала туда, где мы встретимся с Кариной, и пойдем в магазин, где продают много классных пальто. Надеюсь, подобрать себе что-то классное в поездку, как раз будет бомба, потому что завтра я улетаю в Стамбул. Я, честно говоря, даже не знаю, какая погода, возможно, мне там пальто и не пригодится, но, судя по тому, как в прошлый раз в этом же месяце я там была, мне кажется, все-таки есть смысл взять пальто. А потом мы поедем в ЦУМ, который, кстати, тут недалеко находится, и я поеду домой, просто помчу домой, у меня ужасно болят ноги из-за того, что я не выспалась. Я в сторисе рассказала то, что я сегодня встала в 10, типа, мне так сложно было, потому что я в 5 утра еще не спала, и кто-то говорит, вот, типа, нехер, фильмы смотреть перед сном, всякой фигней заниматься. Я не смотрела фильмы, просто у меня такой режим. Во-первых, мне нужно было сделать правки для видео, которые не согласовали, оно сегодня, поэтому не вышло, 20-го числа, хотя должно было. Ну, в общем, как обычно, это все происходит через одно место, я это не очень люблю, но как бы жизнь такая, не ми таки, жизнь такая. Я допоздна работала, получается, потом я немножко прибралась дома и немножко собирала чемодан. Ну как, просто его открыла, положила то, что я точно туда возьму, уже знаю, что возьму, но сегодня буду дособирать его, конечно, не то, что дособирать, я даже на 10% его не собрала. Ой, в общем, устала, еще хотелось бы сегодня смонтировать этот влог, не знаю, насколько у меня получится. Надеюсь, что получится, если нет, то возьму с собой ноутбук и буду монтировать в Париже, хотя... Ой, в Париже. Хочу в Париж, а еду в Стамбул, ну ладно. В общем, я не понимаю, где Карина, и больше всего меня удивляет, что она походу приехала на машине, потому что она пишет то, что не может найти места. Я тоже не могла найти место, поэтому мне пришлось сделать круг вокруг места, куда мы пойдем, и я нашла место, и сразу устала, хотя мне все равно придется нормально так пройтись. И вот я смотрю и думаю иногда, что может это едет Карина, но это не Карина. Вот, и я не понимаю, если она на машине, нахрена она поехала на машине, потому что мы потом вместе едем в ЦУМ. Я так не хотела съехать на такси, я не понимаю. Ну, короче, просто странно. Просто в ЦУМе, если ты что-то покупаешь, вот, например, я купила ремень за 25, мы поднялись наверх, там есть какая-то служба, чего-то там, там есть какой-то отдел, показываете чек, то, что вы купили, что-то в ЦУМе, и даете свой этот парковочный билет, и вам, типа, скидывают, потому что там парковка безумно дорогая, что-то вот на выходных, суббота, воскресенье, 900 рублей в час. Как вам такое, ребята? Это пипец, короче, 900 рублей в час, это жестко, но если вы там что-то покупаете, не знаю, какая сумма минимум, я думаю, что, ну, как бы, от какой-то суммы, наверное, идет бесплатно, потому что вряд ли, если вы там что-то купите, типа, за 500 рублей, 600 рублей, ну, я не знаю, там, в каком-нибудь магазине косметики, например, я думаю, может быть, они не сделают вот эту вот скидку на парковку, поэтому, если что, сразу говорю, если вы не планируете там себе что-то покупать дорогое, лучше не паркуйтесь там, потому что, офигеть сколько, мы там 2 часа в итоге проходили, и получилось 1800, но нам наверху сделали такой билетик на 3 часа бесплатно, поэтому, сначала вставляете талончик, который на парковку вашу, а потом, вместо оплаты, вставляете этот талончик, который вам наверху дают, ну, короче, вот это кайф, поэтому, поэтому нормально. Жду Карину, меня очень сильно бесит, то, что даже я уже приехала, она нет, хотя она была дома, я была на волосах, и очень сильно, как бы торопилась, и вообще сегодня должна была закончить в 3, но так вышло, что пришлось еще волосы красить, и поэтому позже. В общем, ладно, сейчас дождусь Карину, когда я с ней встречусь, вернусь к вам. Итак, мы встретились с Кариной, и заехали в шоурум Маши Пиксен, который только, еще даже не открылся, но уже, наверное, открылся, когда вы смотрите это видео, я такие классные пальто выбрала, точнее, я выбрала одно пальто, но понравилось мне еще вот это розовое, но я подумала, это слишком смелое решение для меня, я взяла вот такого цвета, Маша дизайнер пальто, вот таких пуховиков, кстати, вот такой я тоже себе взяла, очень нравится, вы знаете, что это прям моя слабость, такие пуховики, да, я тебе не рассказывала? Что ты не снимала, пока ты мерила, какой из тебя блоги? я потом покажу, я стеснялась, знакомство начиналось только, вот, очень классный магазинчик тут, смотрите, все, вам покажу, вообще офигеете, круто, кстати, тут офигенно, можно взглянуть на мои волосы, как они выглядят с пеной, Маш, можно с тобой познакомиться? Можно с тобой познакомиться, ты классная, расскажи немножко о своем деле, скажем так, ты дизайнер вещей, у меня есть, у меня такое есть официальное представление, я говорю, здравствуйте, у меня зовут Фиксина Мария, я предприниматель, дизайнер, блогер, и писатель, и ты не говоришь «ка» в конце каждого слова, да, это, кстати, такая тема, которую я чуть не могу раскусить, я не феминистка, мы тоже, ну, у нас то же самое, я не феминистка, моему бренду одежды уже 8 лет, и я очень люблю, и о чем занимаюсь, сейчас мы находимся в маншем романе, моего любимого цвета, вы знаете, какой это цвет, вот, ко мне пришли девчонки сегодня, Карина, Юля, можно вас девчонками называть, еще молодые, а ты что? Ме 31, а не что, то что это ты, такая старая, я думала вообще, ты что? Ме 31, но у меня работа такая, что я подвижная, и молодею от этого, вот, классно выглядишь, мы сегодня очень много, еще в классном примере, и мне очень приятно было познакомиться, и я какой-то, мне тоже безумно, вы уже были так знакомы, как-то, а я, нет, ну, ты классная, и вещи у тебя классные, я в восторге, правда, мне очень надо, уж точно в восторге, вы знаете, очень токсильный человек, да, я пока человек, ну, я рада, что мы сразу обнимались, потому что, когда я человека обнимаю, у меня сейчас такое, что все в порядке, сними нас, мои хорошие, Юля прям у слада, после вчерашнего дня, ужасно было, вчера, я тебя уже разговаривала, это вчерашнее было, вот мы приехали в тур, девочки, так волнительно, когда я покупала свою сумку первую, богатскую, да-да-да, я, капец, как противилась, во мне все орала, не надо, когда ты гонишь, мне кажется, наоборот, ты такая, мне нужна эта вещь, мне нужна эта вещь, но я, капец, я стояла, ну, ты сейчас идешь туда покупать, а я стояла, и я тоже шла покупать, но у меня было ощущение, что нет, девчонки, это очень красиво, мне нравится, ты такая сразу богачка, под волосы, да, ты как, ты делала под волосы специально, да, а ты сегодня снимала на наращивании, не, ребят, вообще идеально, бери, можно? А, ты уверена? Да, в интернете, давай спросишь, может, ее через плечо можно? Да, не буду смущать женщин, поэтому не буду снимать, вот, пожалуйста, ух ты, ну, все, подавай, ух ты, а теперь через плечо, ну, так странно, но так удобно, хотя нет, не странно, очень кайфово, давай внутренности покажи, они застегнуты, развяжи, нет, не так, а, вот это получается лицо, а вот это у нас получается должно быть все к телу, а, все, да, вот здесь такой кармашек, ну, вот, ну, бери, ну, ну, очень топная, я второй день на нее скрываю, можно, пожалуйста, ее вернуть, завернуть, завернуть, да, с собой, надо посчитать, ну, тут стоило, вообще-то, ну, 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 шо, спасибо большое, отдала пачку, тысячными, тысяча, было сто, ой, ты не говоришь, сколько стоит? А какой смысл скрывать? А, ну, да, она отдала сто купюр, по тысяче рублей. Ну, я поздравляю тебя, брат, вот реально, я тебе могу сказать, что ты одна из людей в моей жизни, которая достойна была этого больше всего, и у тебя этого так долго не было, хотя денег было миллионы просто на протяжении всех. Ну, типа, блин, реально, ребят, у нее были деньги на это уже, ну, лет с 15, наверное, но тогда это просто не было так модно, может быть... 15, ну, 16. О, извини. Вот, и получается, что она вообще в другое вкладывалась, ну, как-то, не знаю, обычно блогеры тратят деньги там вот на как раз бренды, и вы понимаете, что вот на что тратят блогеры деньги, а ты непонятно просто, как будто ты строишь подпольную какую-то, не знаю, бомбоубежище, не знаю вообще что, ну, то есть, ты вообще же не рассказывала даже, ну, может быть, придет время, вот. люди так знают у меня, что я дачу строила, дом построила, вот, и поэтому я рада, что у тебя это есть теперь. в шоке, то, что я взяла и просто отдала почти, ну, 100 тысяч, не знаю, сумма грехи. Ну, да, и это будет не последний раз. Я думаю, что да, но не судите строго, правда, я много работала, и это первая моя такая, бухая для себя, чтобы такое другое, ну, не считая всяких айфонов, там, компьютеров, бриллиантов, шуб. Шубы я давно не купаю. Так, ладно, идем. У меня сегодня ноги болят, а сейчас мне дадут, мою сумку, у меня ноги пройдут. Приятно что-то покупать, но неприятно деньги много тратить. Блин, такая я, конечно, жадина. На себя. Barter forever. Нравится тебе вот это, ну, логотип? Мне нравится. Не логотип, а принт. мне нравится. Учитывая, что я полюбила коричневый цвет, и такие бежевые оттенки. видно по тебе. Мне нравится. Ну, я бы такую не стала покупать, потому что, капец, она неуместительная, и наверняка стоит бешеных бабок. Давай посмотрим, сколько она стоит. Ну, блин, это, это когда у тебя прям очень много денег, и ты можешь себе позволить, там, о-фи-ге-ть, о-фи-ге-ть, 25. Ну, она слишком маленькая. Мне тоже. И через год ты такая покупаешь ее. вот мой. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Настись с удовольствием. Спасибо. Придем, спасибо. До свидания. Спасибо. Эй, богатчик, хватит. До свидания. Так, снимай с мной. Ты сейчас, в тот момент, когда ты выходишь из магазина, оставила там 100 тысяч, и все, и тебе все говорят, до свидания. Проходите еще, мы вас очень... Нет, я думала, ты другое хочешь сказать. Что? В тот момент, когда ты оставил 100 тысяч в магазине, но все равно идешь выбивать себе бесплатную парковку, потому что 900 рублей за это платить не хочется. О чем они на лифте? Чтобы дольше походить с этой коробкой. Классно. Потом в Макдональдс. Можно. Говорю, Юлия, моя мечта, это быть богатой, чтобы вот так, мы просто прошли, там семья с маленькими детьми, выбирает себе стед. взять мне кучи, и мы не то. Да, я говорю, это моя мечта, чтобы с семьей вот так вот ходить. Она мне говорит, мечта, это здоровье. Я говорю, это такая скучная. чтобы все были здоровы и счастливы, а богатство, это придет, если много трудиться и работать. Она говорит, отстой. Ну, блин, на самом деле, я понимаю, что важнее, чем здоровье, ничего нет. Без здоровья ты не сможешь пользоваться благами денег, скажем так. А без денег, ну нет, а деньгами ты не сможешь себе здоровье оснать. Тут много моментов. смотря, что случилось. Я просто имела в виду, что здоровье, оно, по сути, должно даваться человеку всегда априори. Вот ты родился, ну, мне так кажется, в хорошем мире, где... Ну, тогда уж и богатыми сразу надо рождаться. Нет, понимаешь, нет, к чему я? Богатство ты должен себе завоевать. Поэтому я о нем мечтаю. А здоровье... Мы не туда пришли. А здоровье это то, что, ну, по идее, как данность, во всяком случае, оно мне сейчас, и тут-выду пусть так будет, и, конечно же, хочу, чтобы это продолжалось. Просто не думайте, что какая-то это. Ну, ну, или думайте. Я слишком богата для этих влогов. Короче, я говорю то, что я с этим пакетом выгляжу просто охерительно. Я говорю, что теперь каждый раз, когда буду приезжать в ЦУМ, буду приезжать с этим пакетом, понятно, с пустой коробкой, с сумкой, с вот этим пакетом, и все будут думать, блин, она что-то купила себе. И продолжим мысль, чтобы ко мне хорошо относились. Потому что, знаете, посмотреть на мои кроссовки, в которых я по Тавриде бегала просто по камням. Убила их. Где здесь лифт? Я вечно не могу найти этот лифт. Распаковка! Я готова! Слава еще не видела эту сумку, и мне очень интересна еще твоя реакция. Я очень жду твою распаковочку сумки за 100к. Итак, я сняла ремень Гуччи, чтобы не отвлекать ваше внимание. Итак, мои хорошие, распаковка. Это моя первая дорогущая покупка. Но на самом деле, у меня уже были дорогие покупки, типа на бриллианты, на шубы, но вам всем на это пофиг, вы только оцениваете бренды, которые носят блоги, поэтому вообще на самом деле хотела сказать, я вам уже в начале дня говорила, что я долго противилась, и на самом деле это, наверное, больше часть какой-то работы, популярной жизни. Но хотела сказать большое спасибо именно вам, потому что если бы у меня не было вас, такой аудитории, которая за мной так долго следит, то ничего бы у меня не было, и это можно сказать, что вы сделали мне подарок, 100% это так, поэтому спасибо вам, Грешоль за этот подарок, мои хорошие, я правда счастлива вообще. Ладно, давайте приступать. Тут такая вот завязка. Я готов. Та-дам! Потом еще пакет, еще пакет. Та-дам! Блин, а прикинь, это сумка, я сейчас вообще с ума сойду. Вот такой у нас тут чехол. Вот этот чехол. Я думаю, что чехол половину денег стоит. Это какая-то тряпка непонятная. Можно будет вытирать пол. Хорошая ткань, да, согласна. Та-да! Вау! Она как мешочек. Ну блин! Это значит, твое неодобрение? Я просто оцениваю пока что, внешне так. Материал. Кожа. Дешман рыночный. Кожа. Склейки. Ну скажи, подожди, давай ты должен увидеть меня в полный рост. Давай. Вас трое. Вас три девчонки тут стоят. Смотри. Ааааа. Сука, такой я была раньше, такой я была позже, а теперь я такая. Ну как тебе? Ммм, классно. Она очень круто выглядит, с пальтошками, все такое. Я буду вот так вот ходить. Классно, классно. Стоять в крутых очках и думать, почему ты такой, без чумовый? Ну ладно, я не буду такой. Ааа, что хочу еще сказать про эту сумку? Я хочу сказать, что эта сумка то, что нужно. Я тебя обожаю. У нас есть свои приколы, которые только мы понимаем. Смотрите, что эта сумка умеет делать. Хоп, и теперь я хожу вот так. Она заниженная, типа, как приора лада. Хоп, и теперь я хожу вот так. Ого, стул отодвинь. Пшел вон, нищебродский старый стул. Ты аж плюнула. Тут Вива ходит, твои слюни собирает. И сама слюнями давится. Такая сумка, такая дорогая, и такая... С такой сумкой можно отлично поехать в поход, на рыбалку. Угу, зачетно, зачетно. Но я бы, если честно, более практично потратил бы эти деньги, ты же знаешь. На синтезатор. Сто процентов. Ну что бы еще? Нет. На что? Синтезатор за сто тысяч? Ну не, конечно, есть такие синтезаторы, которые я очень сильно хочу. Но вещь за стока. Ну не знаю, это как-то не по мне. Ну я знаю, это не по тебе, и моя мама тоже как бы не совсем с этим... Ну не то, что не совсем с этим согласна. просто, типа, это же вещь, это одежда. Ну и блин, я все равно, я не знаю, может в какой-то момент у меня случится бренд головного мозга, я буду ходить и смотреть. Он уже случился. Да ну не правда, то, что я вчера купила себе ремень Гуччи. А сегодня ты купила сумку Луи Витон? Ну я просто... Ну а когда? Ну правильно, Зайни, я на самом деле не против. Я очень рад, что ты купила эту сумку, потому что ты заслужила. Но я бы, типа, если бы у меня было до хоть 200-300 свободных тысяч денег, типа, я бы не потратил их на сумку. На что бы ты их потратил? Ну у меня есть какие-то первостепенные вот задачи, которые... Ну понятно, бизнес там и все такое. Да даже не бизнес, но я просто бы не потратил 100 тысяч, там даже если бы у меня был миллион свободный, типа, я бы вообще не, ну вообще бы не парился насчет денег, я бы не потратил 100 тысяч на сумку. А на что? На синтезатор. У всех разные, а мне нахрена... Да, да, Зай, Зай, я не к тому, что ты плохая, а я хорош. Я к тому, что у каждого вот свои загоны и ты... Тебе эта сумка очень идет, мне кажется, что ты заслужила ее и не одну. Спасибо! А ты еще платочек не видел. Этот платочек стоил 13 с чем-то. Тоже Louis Vuitton. Я не заснял, черт! Давай, черт! Я сделала так. Я могу его, ну это если совсем уж, бренд головного мозга, я могу его повязать вот так и сверху пойду. Как стюардесс. Я думаю, мы с Кариной вчера рожали ночью, поэтому звонку я такая надеваю, это причем страшно, я вся без косметики, прыщак, с платком с этим и типа в халате, я говорю, вам курицу или рыбу? Вот что-то такое, знаешь, стюардесси же говорят. Я могу быть стюардессей, могу я быть... Пин-ап девочкой. Точно! Только нужно правильно завязать, но я сейчас это так для примера. Ну, короче. Ну, мы поняли, ребят, вы поняли? Я думаю, поняли. Могу быть вот такой. Могу быть вот такой. Ну, допустим. Могу быть. Вот тут заворачивать себе бантик. Что еще я с этим могу? Могу? Повеситься на нем. Еще мне показали, что я могу его сюда продеть и типа здесь тоже бантик завязать. Вырвину сюда же могу эти штучки. Давайте посмотрим, какая сумка внутри. Вот что мы еще не посмотрели. Ты как профессиональный обзорщик. Ну, чтобы было много просмотров. Вот такая она внутри. Я решила брать, если брать такую дорогую сумку, то... Вау! Луи Витон! Вот здесь есть такой маленький отсек. Ну, покажи, нахрен всем эта книжка китайская не нужна с рынка. Купили сумку. Вот, здесь такие два отсека больших. Между ними такой на застерочке. Сейчас у меня есть идея. Я решила, если брать дорогую сумку, то такую, чтобы она была универсальная, чтобы туда много места было. Один в середине и по бокам. Да, но между ними дыря. Между ними? Тут вот моя рука. О, ничего себе. Ну да, но я такой не очень, честно, но пофиг. Мне очень нравится этот принт, потому что по этому принту сразу видно, что это очень дорогая сумка. Мы скорее не были в шоуруме. Так. Маша Фиксель. Так. Меня позвали сюда только ради сумки Луи Виттона. Посмотрите, какой классный фонхарник. Глянь, это же как я люблю зайчик. Бомб стайл. Ну же, какая дорогая вещь. Как качественная, теплая. Обожаю. Просто обожаю. Маша просто спасительница моя, потому что я обожаю такие вещи. Это же, блин, мне теперь не нужна синяя куртка, потому что у меня есть такая крутая. Это еще не все. Быстро, вот в таком темпе, но хочу показать тоже. Такая же, только короткая, черного цвета. Ну, она не сильно короткая, но короче. А тут еще какие классные капюшоны. волшебство. О, так ли? Юлечка, отойди, мама сейчас раздает у тебя. Вот такое пальто с такими классными карманами. Круто? Думаю, первое нормальное пальто. Ребята, кто приехал. Это приехал Арнольд. Ты его уже назвала, все? Я не знаю, мне кажется, ему подходит он такой черный или мне какой-то черный. Давай я назову Трэвис. Трэвис Скотт его зовут. Вообще, Люся, я хотела сказать, что у меня безлимитная любовь к твоему новому альбому. Да, спасибо большое. Очень классный, реально, очень классный. Спасибо за приглашение. Так, у тебя будет концерт, давай сделаем рекламу. 4 ноября. Ну, я не хочу, чтобы это была реклама. Ну, блин, ну мы пойдем. Я хочу тебе подарить бабочку. Вы пойдете, я точно, я точно пойду. Тут как бы есть, понимаешь, тут как бы все написано, адрес там, все дела. Спасибо. Бабочка тут такая желательная, конечно, чтобы она дожила до концерта. А с ней надо приходить? Нет. Это вход по бабочке. Да, если у вас бабочка сдохла, можете не приходить. Я в шоке. только покормите ее, пожалуйста, ребят. И это, и холодно, и нельзя, чтобы было холодно. Ладно, мы ее домой туда сейчас отнесем. Вы с какого утром улетаете? Рано утром. Вечером. В 12, это мы обратно в 5 вечера. В 12. А куда вы летите? В Турцию. Работать мы едем. С собой взять ее? Хочешь в Турцию? Там тепло. Может бабочку... Блин, может ты реально себе оставишь бабочку? Ну реально. А как она ее сейчас? Ну я боюсь, что она умрет. Давай мы этот... В смысле? Ты что? Ты просто ее выпустишь, она у тебя будет по дому летать. Да ты что? Не, мне такое не надо. У меня собаку ее сожрет. А, ну пусть собака сожрет. Короче. Какашки не оставляет? Ну нет, есть. Я их очень боюсь, правда. Все их на нее. Она ужасная. Да она же не мощная. Идея замечательная, но бабочка ужасная. Тебе нравится бабочка? Да, мне нравится. Ну держи. Подачка прикольная. Правда... Подача? Это что, блюдо? Да, подача прикольная. Ладно, знаете, подача ничего такая симпатичная. Ты можешь кетчупом, в принципе, полить, и будет тебе мясо видно, только не открывает. Я люблю белок. Это белок? Да, сейчас белок. Короче. А ты веган? Не. Ну вот, захаваешь. Это стопудово, да, сейчас будет видео? Конечно. Это видео. Ладно, спасибо, что ты был за всем. Спасибо большое, я вас очень жду. Короче, я просто хотела сказать, что вот настоящий пример, как человек популярный сам приглашает на свои концерты, а не просят за себя там каких-то менеджеров. Они рассылку по почте устраивают, да? Это очень приятно, правда. Я вас буду очень сильно ждать. Я точно. Я буду петь твои песни, ура! Я их скоро буду тебе наизу. Да, там будет липзона, алкоголь, все дела. Не-не, безлимитная любовь, да, вообще. Безлимитная любовь, это у меня будет со сцены, а у вас будет алкоголь, закупка. А еще очарована тобой мощь. Очарована тобой, да, очарована тобой. Целки тают. Целки тают. А, ты прям суки говоришь? Нормально? Да. Нормально? Наши тайны. Ищут повод, но не знают. Наши тайны, наши игры. Только ночи сразу титры, деньги, деньги, день за днями быть, я в рейтинге мешаю, поршу святую порчу пану. Все, все, полегче, а то завелись, завелись. мы просто стеснялись. Ну, ты классная, я очень с тебя рада. короче, Лана, не буду тебя смущать. Спасибо тебе большое. Все, тогда увидимся. Вам хорошо долететь. Да, мы выпустим сегодня твою бабочку в окно. Прекрасно, чтобы она сдохла. Чтобы она летала и была свободна. Я тебе говорю, может, все-таки заберешь? Если вы дружите с соседями, вы можете дать соседям. Либо хотите, давайте сделаем так. Как-то это поверить. Я давай сдать вот эту штучку. Да, я просто правда, ну, я понимаю, что она у нас умрет. Получается? Ну, подача классная, давай. Мы это оценили. Это не еда. Это парень голодит. Мы жрать хотели бы. О, нам не надо домой заходить, Масик. Все отлично. Видите, как я вас классно вытащила? Сейчас похаваете. Да, мы так и планировали, но мы думали, без бабочки. Я думала, она не настоящая, но это гениально. Да, гениально? Ну, это очень круто. Все гениальное просто. Я снова в Турции, в Стамбуле. У меня даже еще не закончили выходить все видео из Турции, а я уже снова здесь. И я хотела показать вам наш номер. Мы живем в Four Seasons. Крутые отели, то есть такое. Вот такая ванна. Я сейчас поставила выпрямительный, он уже нагрелся. Буду волосы себе делать. Вот так, вот так. Красиво, красиво. Есть душ, есть ванна, есть зеркало. Ой, буду фоткаться сюда, типа, вот так. туалет. Я. Здесь шкафчики. Вот так вот выглядит комната. King size. King. Size. Что сказать size. Ладно, это Славик. Брит. Да, так хорошо у тебя. Как же я люблю тебя. Такое, такое нежное. Ладно. В общем, вот так выглядит наш номер. Мы сегодня прилетели. Буквально только вот 20 минут назад приехали в отель, заселились, кайфуем, отдыхаем. Сегодня у нас будет коктейльная какая-то вечеринка, ужин. Я этого очень жду. Ужина больше всего жду, потому что голодная. Сейчас приведем себя в порядок и думаем выйти погулять, может, или покушать где-то тут рядом, потому что у нас еще где-то часа полтора до коктейльной вечеринки. Надо быть красивой. У нас второй день в Турции, в Стамбуле. Сейчас у нас конференция будет. Короче, мы приехали вместе с TeamFlow Summit. Мы с ними ездили в Париж в том году. Наверняка вы видели у меня влог на канале. Кто не видел, то обязательно посмотрите, потому что он классный. Вот. И только что мы были на конференции. Вот, посмотрите кусочек. Так это проходило. Ну, мы на самом деле недолго сидели, но интересно было все равно сходить, послушали. Сегодня будет торжественное мероприятие. Сегодня будет, как это называется, гала, награждение. В общем, сегодня будет гала, награждение инфлюенсеров. Погодка немножко не радует, потому что пасмурно, ветерок. Ну, в принципе, я неделю назад была в Турции, здесь же и... Погода офигенная. Я предполагала, скажем так, что будет так холодно, не очень-то тепло, поэтому взяла свое теплое пальто. Посмотри, что он натворяет. Вот он такие кругля в воде наделывал. Какие они классные. Погодка офигенная. Вон моя яхта подъезжает. Вон она. Хочу сесть вот сюда и ты меня сфоткай. Я хочу сесть вон туда и чтобы это было мое. То есть он ест. Вон. Верно или это чья-то кожа? Не знаю, не хочу знать. Ужас. Инфлюенс, Ренада. Бай, красиво. А вот и девочки. Ну что, девочки, как вам конференция? Там надо было еду для чая. Надо было английский учить. Да. И для чая. Я еду для чая. Почу есть. У нас вся мысль за такая идея. Да, вы тоже проспали завтрак. У нас тоже. Надо было еду чайкам принести. Можно было нам принести? Такой некрасивый, что-то нет. Да, это точно. Очень красиво. Нет, реально красиво. Тут не было в этом мотеле? Нет. Мы тут впервой. Инфлюенсер. В общем, до 2.30 у нас есть свободное время, потом будет встреча спонсоров и инфлюенсеров, я так понимаю, клиентов, потому что инфлоу объединяет людей с разных стран, городов. Все съезжаются в одно место, знакомятся, вмениваются контактами и, возможно, начинают работать вместе, поэтому я тоже обязательно пойду. Стамбул очень красивый, но сразу вам говорю и не рекомендую вам сюда приезжать без теплой одежды. Ну что ж, ребят, мы зашли в номер, переоделись потеплее и сейчас у нас есть буквально полтора часа, чтобы выйти из отеля, сходить куда-то поискать что-то покушать, потому что обед у нас будет только в 3.30, а до этого времени я, наверное, умеру с голоду. Вот, и мы сейчас идем внизу, ждем девочек, чтобы вместе пойти, потому что они тоже не кушали и мы все хотим кушать. Вот, как вам такая инсталляция. Это мой предприниматель индивидуальный, индивидуальный предприниматель. Я, Чья Слава. Вот такое тут лобби, очень много разных инсталляций красивых. В общем, щикардос. Надеюсь, что дождика нет на улице. Как тебе Стамбул, Зай? Ты его еще не посмотрел толком, да? Вот, состояние немножко такое, как всегда, овощи, потому что, вы сами знаете, я человек погоды, если погода такая, говорит, нет, солнца не будет, я тоже такая. Но вчера, кстати, была погода получше, по-моему, солнышко светило, когда прилетели, было прям хорошо. Сейчас Слава, наш проводник, ведет нас покушать. Ну да, там мальчики друг друга фоткают. Ну молодцы, норм вообще. Тебе б такого друга, а то вечно фоток нет в Инстаграме. У меня есть ты, зачем мне мальчика? Вот это отлично. Очень необычное место. Странное, немножко пугающее. Останемся живым. Да-да-да-да. Юля хотела богатую жизнь, получаем. Да-да-да-да. Я говорю, приехала в Курсин. Ничего по-английски нет, ничего. Ну на картинках. Потом изучаем турецкий, да. О, ты же понимаешь турецкий, но не настолько. Я очень очкую заказывать тут что-либо. Слушай, мы не в центре, это нормально. Где ты можешь сразу выйти и найти какое-нибудь заведение, где можно нормально поесть. Тем более, ты в Турции, тем более, я здесь первый раз. Как бы, на что ты рассчитывала? То есть, ну, сейчас пройдемся, на что-нибудь... Я рассчитывала стать и пойти на завтра. Сейчас пройдемся и что-нибудь найдем. Просто вот это вот немножечко суматоха, это как раз типа туристическая тема и мне это нравится. Вот, вот оно что нам надо. Какого черта? Садимся. Тут точно что-то найдется. Не-не-не, на улице зай, давай на улице. Давайте сюда можете. Итак, вот принесли нам наши бургеры. Прикольно. Сейчас будем пробовать, надеюсь, мне понравится. Ребята, большое спасибо вам за просмотр. Сразу извините, что не записала для вас концовку этого видео и то, что вы видели кусочки из Турции. Я сначала решила там снимать влог, а потом передумала. Скоро начнется неделя влогов. Надеюсь, что вы ее ждете. Всем большое спасибо за просмотр. Всех люблю. Целую, обнимаю и всем пока!